Вы знаете, здесь самое главное уберечься от эмоций, потому что у меня дед погиб в городе Славянске в 43-м году. Я не могу приехать к нему на могилу. Но если быть умнее, простить и дождаться того момента, когда мне разрешат туда приехать, вот на этом будет зиждеться мой ответ. К сожалению, должно пройти время, должны, вот эта ржавчина должна сойти и с той стороны, и с нашей стороны. В том числе, потому что ненависть воспитывать к братскому народу и с их стороны преступления, и с нашей стороны, это тоже преступление. Ничего хорошего мы не добьемся. Ненависть можно воспитывать к преступникам. Преступников много. Вот их надо уничтожать. Я думаю, когда они будут уничтожены, скорее всего, прогноз такой, может быть, внутренними силами до открытой бойни не дойдет, не дай бог. Это не мой прогноз, это мое пожелание. То и как посмотрите на гражданскую войну 19-21 годов, там на это ушло в общей сложности два года войны, плюс пока из нее выходили, пока переходили, десятилетие должно пройти. К сожалению, пока не умрут тысячи людей от голода, там, пока они не разберутся, что ничего хорошего-то зато не получится, пока не начнутся переговоры, только настоящие прямые переговоры с сепаратистами, или как они их там называют, какая разница. Это сила. Эти сепаратисты представляют огромную силу. Они так не сдадутся. Я знаю этих людей лично. Их... Вьетнамцы не сдались огромной армии Соединенных Штатов Америки. Здесь будет то же самое. Надо договаривать. Спасибо.